Всем привет, всем привет! Меня зовут Костя Павлов и я решил сделать такую вот небольшую, не знаю, подрубрику или как это назвать. Короче говоря, это проверка рекламы ТикТок. Дело в том, что в Китае есть такой собственный сегмент, который ты типа смотришь и не понимаешь, блин, что это вообще за предмет, что это вообще такое. Знаете, это нечто полу-али, полу-непонятно что, и это рекламируется именно в ТикТоке. Сейчас вы эти все видео видите, вот, и я подумал, а почему бы мне не проверить все эти рекламы? Мало ли что-то интересное нам попадется, но вот что самое главное, ролики я хочу выпускать каждый день целую неделю. Вот прям сегодня с понедельника до воскресенья. От вас нужно всего лишь 5000 лайков и завтра выходит новый ролик проверки рекламы ТикТок. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот коробка и, честно говоря, я не особо помню, что это такое, так что давайте сейчас с вами обратимся к рекламе. Так, это как-то там открывается, что-то там делается, вставляется и, я так понимаю, превращается в некий маленький детский туалетик. И еще, кстати, заметьте, вот сейчас еще раз давайте послушаем. В конце говорят не ТикТока, а как-то Туи. То есть на китайском это не ТикТок, а Туи какой-то. Ну-ка вот. Туи. Туи? То есть по-китайски ТикТок это Туи. Вы знали об этом? Если не знали, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне уже не терпится посмотреть, а самое главное, как мы это сможем проверить, не знаю. И вообще, блин, а может это какая-то детская фигня, ну, в смысле, ну, вы поняли, не для детей, а для игрушки. Там же потому что в самом ТикТоке игрушка показана почему-то. Текс, текс, текс. Туи? Мне что-то так сказать, ТикТок. Туи? Блин, вот китайцы они все какие-то вот интересные. Опа! Это наш мини-туалет. Ой, здесь куча полуэтиленовых этих пакеток. То есть можно кучу-кучу раз покакать. Ну, в общем-то, все похоже, как в рекламе. Такой это типа получается, типа переносной туалет, что ли? Не знаю, как вы считаете, насколько это удобно. В принципе, в рюкзаке много места, по-моему, не займет. Чпок делаешь, потом... А потом как? А, во! Вот так вот. Потом ставишь этот вот пакет. Вот так вот. Чпонькаешь. Ну, собственно, все. И можно сюда какать. Ну, в целом, мне кажется, это удобно. Но мне интересно, если без рекламы дать человеку и сказать, вот как ты считаешь, что это такое? Попробуй разобраться. Сможет ли он это сделать? Давайте сейчас кого-нибудь позовем. Мне просто любопытно, сможет ли человек разобраться без подсказки, что это такое и как это работает? Это Рамина. Знакомьтесь. Вот вот все, что перед тобой есть. Вот попробуй разобраться, что это такое. А, сначала это похоже на штуку для сушки гель-лака. Да. Но здесь написано банана, бэби, поти, тайлит. Вот это слово я не знаю, как приводится, кошмар. А вот это ребенок и туалет. Наверное, это для подпоп. Ой, это раскладывается. Ага, вот. И сюда добавляешь, наверное, эти мешочки, чтобы он на весу, типа, где-то писал, какал. Ну, это точно бодок унитаза для ребенка. Типа, как-то, наверное, поднимается. Я сейчас сломаю. И сейчас я сломаю. Ты все настолько крепко сделала. Это же китайская штука. Слушайте, ну прям вообще разобралась буквально за... При том, что у меня детей нет. Буквально за пару минут. И если пойдет дождь, то можно... Нет, ко мне не лезть. Не, ну... Слушай, это можно использовать и для животных, наверное. Можно, если так. Да. Господи, я что умная. Круто. Ну, слушайте, тогда смысла нет кого-то еще приглашать, потому что мы видим, что это очень все просто. Нет, пригласите, потому что она была собрана. Когда она собрана, она похожа реально на что-то совершенно другое. Здесь видишь, здесь серьезно все очень сильно. А вы заклеите. Может быть, так будет сложнее. Я не знаю, что такое поти. Поти, жопа. Думаешь, надо погуглить перевод. Решили заклеить все-таки подсказку и посмотреть, второй человек сможет так же быстро догадаться, что это такое или нет. Итак, вот перед тобой лежит вот эта пластмасска и вот эти вот пакетики. Просто попробуй разобраться с нуля, что это такое. Давай попробуем. Ага. Я думаю, что это приспособление, чтобы надевать пакет и упаковывать что-то в пакет. Как это работает? Как это работает? Эти питаются. Не знаю, на самом деле, может быть, это что-то такое. Чувствую себя, это, атьюх, хлебный мякиш. А что это хотя бы тогда? Это китайская хрень, которая помогает класть, например, какие-то штуки в пакет. Например, вот так. В чем удобство? Я не знаю. Ладно, подожди-ка. Вот, если мы тебе, так скажем, дадим подсказку, прочитай, что здесь написано. Это детский туалет. Так, теперь. Ну, соответственно, ты сажай сюда ребенка, и он делает свои дела в этот пакет. Ну, это уже ближе, прям намного ближе. Ну, здесь есть, естественно... Наверное, это какое-то приспособление, для которого удобно брать с собой. Куда-нибудь в поездку или еще куда-нибудь. Ну, соответственно, детский туалет действительно похож. Да, ну, как вот это все-таки соединить? Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ну, на самом деле, вот так вот. О, как! Интересно. Сюда. Ну, не так вот. Типа такого. Ну, в общем-то, да. Как только ты увидел, что это туалет, сразу будет, да? Ну, да, все-таки, да. Все-таки смотришь изначально в своем личном обиходе, как это применить, а потом уже... Все, понятно, спасибо. Да. Счастливо. Не забывайте, 5000 лайков, и завтра выходит новый ролик на тему проверки рекламы из ТикТок. Ну, а также, конечно, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, и все. Завтра, я надеюсь, с вами встретимся. С вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok